Этот год особенный для нашей школы и команды КВН «Росколечный юмор». Ведь мы знали, что в этом году юбилей любимой восьмой школы и КВН. Им исполняется ровно 66 лет. Вообще, конечно, 60, но так-то ребята попросили добавить шестерку, чтобы получилась круглая дата. Ну а мы появились год назад по счастливой случайности. Ведь в тот день Александр Юрьевич мог нам и не сказать. Ну что, ребята, бездельниче? Ну что ж, добро пожаловать на юбилей! Давайте поблагодарим танцевальный ансамбль «Бездельники» за хорошо выученный танец Ютуба, а также нашего диджея за эту зажигательную песню. Добрый день, уважаемые зрители! Мы рады видеть вас на юбилей КВН. Ой, школы, скобки открываются, аплодисменты зрителей, скобки закрываются. И мы, его ведущий Юля, и мы прекрасный соведущий Алексей. Юля, что вы думаете о команде КВН «Бесконечный юмор»? Знаете, Алексей, я считаю, что они просто великолепны. Не могу не согласиться, Юля. Ладно, спасибо. Дальше я сам. Целью провелась к коронавирусу в школах внесли небольшие поправки изменения в учебном процессе. Поправки изменения в учебном процессе. Итак, Ритм. Дочка, завтра тебе в школу. Помнишь, да? Давай еще раз с тобой проговорим все правила, во сколько вы заходите в школу. Я учусь во втором дворце, в третьем педагоге, значит, мы попадаем в учебное заведение через плавный вход в 8 на 7. А это с девалкой? С девалкой я нахожусь по более 6 минут, далее с меня на температуре и появляется на массу. Ага. Когда вы едите? На четных классах, на четных этажах после второй группы. Если... А я начинаю с насеком. Ага. Так, если в классе кто-то чихнул? Ну, это, скажем, как вы, пускайся до него, ракеты, пистолет, чик-чик. Молодец. Давай с тобой проверим домашнее задание. Дважды два. Почему? Так, чем Рита ты занималась-то, а? Продолжаем наш юбилей, скобки открываются. Если в зале Александр Мазаев, представь вам условно, ты его знаешь. Нет вроде никого. Продолжим. На любом юбилее ведущего резко перебивают. Воу-воу-воу! Всем привет! Привет-привет! Уходи отсюда. Всем привет! Привет! Здорово! Я Мира. Я пришла вас немного разогреть. Ребята стараются, выступают. Давайте начнем небольшого интерактива. Вот вы, 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 как? Я? Да, да, вы. И я Маша. Привет, Маша. Как дела? Хорошо. Круто, Маша. Чем вынимаешься? Я позвоню актера из зала. А что ты здесь делаешь? Я пришла посмотреть на концерт бесконечный юмор. Я думаю, они самые смешные и классные. Молодец, Маша. Как с листка читаешь? Ну, давайте похлопаем нашим актерам. Вау, какой классный бренд-данс исполнит Мария из секса-дила еще. Это пока не читая, этого возможно не будет. Ну что ж, продолжим. Наш праздничный концерт на всех юбилеях принято говорить о достижениях юбиляра. А наше главное достижение – это наши выпуски. Нам кажется, что КВН – это игра веселых и находчивых. Я календарь переверну и вновь восьмое сентября. Я календарь переверну и окажусь в школе восемь. Пускай же радуют друзей бесконечные новости. Сегодня, завтра и вчера – вся наша жизнь – игра. Бесконечный юмор. Спасибо вам за год. Браво! Аплодисменты артистам. Аня, что ты делаешь возле директора? Да вот, обсуждаем, какие вы сегодня скучные. Кстати, не моя формулировка. Директор не могла такого сказать. Милая моя, а ты будешь возражать директору? Все, Ань, давай поднимайся. А я уже поднялась. Я без пяти минут правая рука директора. И зачем ей? А ты не возмущайся. Ты разговариваешь с будущим пресс-секретарем директора. Так что придется цензурить все. Анна, нас за такое директор по головке не погладит. Ульяна, почему все команды говорят, что их директор по головке не погладит? Как будто зрители не понимают, что в зале может произойти. Вот такая ситуация. Екатерина Алексеевна, я не понимаю. А вы что, на концерт пришли, чтобы нас по головке погладили? Да у нас после юбилея школы даже грамот не осталось. Да? Ну и ладно. Ну вот и подходит к концу. Наш юбилей, скобки открываются, но это наше выступление и все. Но в конце скажу, юбилей это все круто, конечно, но есть и дела, и поважнее. У меня однажды завелись два ласточки, и они родили двух прекрасных ластушек. Ластушенка, лац... И эти два улетели, а детеныш остался. И получается так, этот ластушенок... Папа один раз меня будет утром, говорит, я этому ластушенку дал с пинцета еды. А потом он вспорхнул и улетел. Теперь один важный вопрос. Как зовут детеныши ласточки, а? А там еще много всего. На этом все. Точка. Ну все, финал.